И завершает нашу программу поэт и прозаик Юрий Бердан, автор двух книг, да? О, боже мой, я прошу прощения, я читала две рассказы, новеллы и стихи. Юрий Бердан, участник многих поэтических фестивалей, в том числе международных, и лауреат этих самых фестивалей, он получил первое место на некоторых из них. Юрий, веселый человек, короткие ударные стихи пишет, давайте его послушаем и поприветствуем. Юрий Бердан. Я вот подумал, было здорово, если бы она вышла и сказала, а сейчас будет уступать Герасим. Я помолчал полминуты, я его... Ну, хорошо. Поэтому я мог, едя сюда, зная, что у нас есть именинник, с которым я вдруг уже лет пять лет, вот, и посвятить ему стихотворению «Хатарас». В свою очередь, это стихотворение посвящено... Вот мы здесь собрались, да, это символ приобщения к высокому духовному, да, вот, к музыке, к поэзии. Вот стихотворение под названием «Приобщение», посвященное Михаилу Бриху, я почитаю. Вот тут я подарю листочек, буду больше не рассчитывать. «Я некультурно жил, я жил неправильно. Я пил не то, закусывал неправильно. Решил, пока здоровье не расшатано, начну другую жизнь. Побрился тщательно, погладил брюки, превозглок в лечении, пошел на поэтический чтение. Там был сам бриф, ас рифмы и семантики. И с ним другие асы, сплошь романтики. Пришли еще три хроника, поклонника, а также два от старника, подполковника, заснувших стоя возле подоконника. Придется все с нуля начать, со вторника. Учту свожить свои ошибки и поэтому не буду больше водку пить с поэтами. Ну разве с брифом в дни его рождения? Как и трудна дорога приобщения. Давайте про любовь. Весна, сегодня солнце, хорошую парусечку про любовь. Сегодня выборы президента. Но я не пойду, Вероника раздет. А завтра митинг в честь дня труда. Но в девять прийти обещала Валя. Вот так во мне побеждает всегда Зрелость гражданскую половая. Еще, да, вот про семейную жизнь. Я самый лучший муж во всей округе. Молюсь, чтобы семью минуло зло. Я никогда не изменял супруге. Всю жизнь мне с этим делом не везло. Так, вернемся к нашему именину. Я вообще не пишу пародии, редко там что-то мало идет. Но на сей раз я решил написать... Вот Миша говорил, что лауреат первое место, призер... Обожди, да, я призер фестиваля в Одессе, я тоже все это скажу. Я тоже там был. Он первое место за стихи о любви, а я в номинации вместе с Натальей Резикой, хорошей поэт такая вот есть у нас в Америке, за мемористическую литер. И вот он сказал, я вспомнил, представляете, значит, фестиваль должен был проходить на катамаране. Выйти в море. Это каждый год в Лондоне. Я был три раза в Лондоне, в Одессе был. И всю ночь он там должен был плавать, народ, люди, стихи. Все, что Миша описал в своих стихах, почти все, как-то предыдущие, читал. В общем, все, в Лондоне был ужасный шторм. К катамаране не мог просто пристать, поэтому ночь, пустой мор-вокзал, сам запрос, ну, больше немножко, чем здесь, два раза в два. И вот там происходил шторм, стихи, все было классно. За что Миша получил первую премию, я, может, вам напомню, чтобы эту женщину любить, надо быть последним идиотом. Миша в рейх последним идиотом. Вот это, может, прозвищена правда. У людей в субботу отдых, быт, а у них концерты по субботам. Чтобы так поэзию любить, надо быть последним идиотом. Никого не хаю, не виню. Пусть себе питаются мечтами. В Бруклине нас монстром твоему, нам они стихи свои читали. Каждому из них был список дан, по порядку, чтоб читать без риска. Идиот последний был бердан. Миша Брюклин был в середине списка. И последнее тоже. Все, что вы здесь слышали, смеются поэты, потому что мы сейчас собираемся, читаем, но этого не слышали. Думаю, что все свеженько. В целом все со мной в порядке, но бывает странный сбой. Я садистские задатки замечаю за собой. Нежность я к друзьям питаю, Но собрав их каждый раз, я стихами их пытаю. Так же, как сегодня вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!